День семьи. Материнский капитал ежегодно индексируется. Какая сумма сейчас положена семьям? Здравствуйте. Размер материнского семейного капитала на сегодняшний день составляет 453 029 рублей. Как можно использовать? Сумма достаточно большая. Как можно использовать? Куда потратить эти деньги? Материнский семейный капитал можно направить на улучшение жилищных условий, это строительство или приобретение жилья, образование детей и накопительная часть пенсии мамы. Но здесь есть ограничения в возрасте ребенка, с рождением которого появилось право на материнский семейный капитал. До достижения трехлетнего возраста ребенка средства можно направить только на погашение кредитов, взятых на строительство или приобретение жилья. А уже по достижению трехлетнего возраста ребеночка, с рождением которого появилось право на материнский семейный капитал, средства материнского капитала можно будет направить на образование детей. И по поводу улучшения жилищных условий там более расширенный список. То есть можно будет приобретать жилое помещение помимо кредитных средств, строительство или реконструкция жилья, минуя кредитные средства, своими силами, либо привлечением строительной организации. И накопительная часть пенсии мамы только то же самое до достижения трехлетнего возраста. А есть статистика, на какие цели чаще всего окружные жители используют материнский капитал? Чаще всего средства материнского семейного капитала направляют на погашение кредитов, взятых на строительство или приобретение жилья. Это связано с тем, что у нас администрация хорошо поддерживает молодые семьи, им предоставляется сумма безвозмездная кредита, ну и плюс они средства материнского капитала направляют на погашение. Ну вот со 2 мая текущего года вступил в силу новый закон о единовременной выплате средств материнского капитала. Какую сумму могут получить? В размере заявления на единовременную выплату из средств материнского семейного капитала в размере 20 тысяч рублей. Отделение пенсионного фонда уже начало прием заявлений на единовременную выплату. Подать заявление могут все владельцы сертификата. Они обязательно должны проживать на территории Российской Федерации, независимо от возраста ребенка, с рождением которого появилось право на материнский семейный капитал, и при условии, если они ранее полностью не распорядились средствами материнского семейного капитала. Если гражданка ранее распоряжалась средствами капитала, и у нее остаток составляет менее 20 тысяч рублей, то в заявлении указывается фактический остаток средств на дату подачи заявления. Естественно, перечисление будет именно фактического остатка средств. А куда обращаться жителям региона, как города, так и населенных пунктов округа? И какие документы необходимы при подаче заявления? Граждане могут обращаться лично в отделение пенсионного фонда, можно направить пакет документов по почте, но в случае направления документов по почте, все копии приложенных документов должны быть заверены нотариально. И еще в законодательстве предусмотрено Нагвуциональный центр предоставления государственных услуг. На данный момент Нагвуциональные центры пока не ведут прием. С нашей стороны направлено письмо о внесении изменений в соглашение, чтобы включили данную услугу. Поэтому в ближайшее время Нагвуциональные центры тоже будут оказывать данную услугу. При подаче заявления необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность, паспорт, банковскую справку о реквизитах счета и написать заявление. Также рекомендую при себе иметь документы личного хранения для написания заявления. Это сертификат и карточка СНИЛС. А сколько уже жителей региона обратились в пенсионный фонд за этой выплатой? На данный момент 83 заявления поступило уже в отделение. Также еще хочется добавить, что воспользоваться правом могут все семьи, которые стали или станут обладателями сертификата, по состоянию на 31 декабря 2015 года. И подать заявление это можно до 31 марта 2016 года. Акцентрирую особое внимание, что подать заявление можно будет до 31 марта 2016 года во избежание огромных очередей в клиентских службах отделения пенсионного фонда. Спасибо большое. Напомню, в гостях программы «Социнфо» был заместитель управляющего отделением пенсионного фонда Российской Федерации по Нянинскому округу Маргарита Коскова. Юные жители региона и их родители смогут позвонить на детский телефон доверия. Он будет работать в рамках общероссийской акции «Полиция на страже детства», которая стартует 16 мая. С 10 до 16 часов несовершеннолетние могут получить консультацию сразу нескольких специалистов из правового отдела по делам несовершеннолетних психолога, а также сотрудников департаментов образования и здравоохранения. Получить необходимую консультацию можно будет по номеру 454-84. Каждая поступившая на детский телефон доверия обращения будет принята к рассмотрению. Подросткам и их родителям дадут разъяснения по интересующим проблемным вопросам. В случае необходимости специалисты окажут экстренную психологическую и другие виды помощи. О поддержке отдельных категорий граждан, а также специализированном государственном жилищном фонде и образовании говорили депутаты окружного собрания. Изменения в ряд законов Ненецкого округа рассмотрели на заседании постоянной комиссии по социальной политике. Закон, который вызвал бурную дискуссию об использовании средств окружного материнского капитала. Согласно статистике, направление средств на одно из популярных у граждан направлений приобретения транспортного средства, в том числе автомобиля, снегохода, лодки или лодочного мотора, не всегда оказывается эффективным. Если мы посмотрим эту таблицу, она, кстати, очень наглядна, что три направления, которые были изначально традиционно заложены, они и поддержали большинство. А если мы посмотрим по другим, то некоторые даже из семей набрали три. Давайте мы об этом тоже задумаемся и на это внимание обратим. Что, как я сказал изначально, приобретение гаража и строительство бани, они в принципе не пользуются популярностью, и их никто не приобретает. На средства регионального материнского капитала распорядители предпочитают приобретать бывшую в употреблении технику, зачастую в плохом техническом состоянии. В итоге ни техники, ни материнского капитала. В департамент здравоохранения и уполномоченному пришло обращение многодетной семьи, у которой четыре ребенка, которая, значит, вышла замуж и родила четвертого ребенка, купила автомобиль новому мужу. Жилья никакого абсолютно нет. И сейчас набивает пороги, что дайте жилье, потому что мне негде жить. Я сейчас приехала из одного населенного пункта, где тоже ко мне пришли за консультацией. Многодетная мать, которая воспитанием детей не занимается, дети живут в интернате, а также опекуна на добровольной основе, она, значит, хочет купить буран своему сожителю. За исключение из направления реализации матка по пункту приобретения автомобиля проголосовало большинство региональных законотворцев. Люди с ограниченными возможностями здоровья могут получить право на землю. Законопроект, дающий право на участок под индивидуальное строительство, ведение личного подсобного хозяйства, в ближайшие дни будет рассмотрен депутатами Госдумы. В пояснительной записке к документу уточняется, что в законе о социальной защите инвалидов подобная норма о бесплатном выделении земли уже есть. Но в земельном кодексе она не прописана. Сколько земли выделять инвалидам и по каким правилам будут определять региональные законы? В связи с этим законодатели предполагают устранить пробел и внести поправку в земельный кодекс, согласно которой инвалиды будут иметь право на бесплатное получение в земли в собственность. Но с оговоркой при установлении законом региона соответствующих случаев и порядка предоставления земельных участков в собственность. А значит, что каждый регион будет определять сам, кому, сколько и в каких случаях положен земельный участок, говорится в документе. По данным статистики, в России проживает более 13 миллионов людей с ограниченными возможностями здоровья. Регионы Северо-Западного федерального округа подтвердили, что аварийное жилье ликвидируют уже к 2017 году. Об этом заявил помощник полпреда президента Сергей Зинин, сообщает ТАСС. По словам чиновников, в субъектах на эту тему ежеквартально проводятся рабочие заседания. И то, что обещания регионы выполняют, сомнений нет. На сегодняшний день готовность ликвидировать аварийные бараки подтвердили все субъекты Северо-Запада. В соответствии с распоряжением правительства страны на территории Северо-Западного федерального округа до 1 сентября 2017 года предполагается расселить почти 80 тысяч человек. В прошлом году установленный показатель достигнуть не был. Вместо 22 тысяч человек новые квартиры получили лишь 16,5 тысяч. Это 73% от плана. По словам помощника полпреда, расселение аварийного жилья станет одной из основных тем на пятом съезде строителей ССФО, который пройдет в июне в Санкт-Петербурге. Главным же вопросом вынесут качество новостроек. Задать вопросы и получить личную консультацию вы можете в приемной президента Российской Федерации в Ненецком округе. 19 мая вас примет Владимир Иевлев, главный федеральный инспектор по Ненецкому округу. Прием проходит с 9 до 12 и с 15 до 18 часов по адресу Город Нарьянмар, улица Смедовича, 20А, кабинет 216. Телефон для справок 2-16-87 и 2-16-86. В региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева проходит прием граждан народными избранниками. 18 мая на ваши вопросы ответит Ольга Старостина, депутат городского совета. 20 мая прием проводит Сергей Коткин, депутат окружного собрания депутатов. 21 мая Людмила Пашкина, депутат совета Заполярного района. Прием проводится с 14 до 17 часов по адресу улица Смедовича, дом 20А, здание культурно-делового центра Арктика, вход с площади Марацей. Телефон для справок 2-16-90.